Бог притомирает с вами изучение законов Лашонора, день 86-й, ясночьи дверей этого рода, ничмоткан, жмем уфрам, а в рушим урхами, бурыха, бензерпо, нихадам, батаусна, тасахатами циррух, батаами циррух, пашнама, пипинхасцвя, куэнбэн, бензерпо, нихадам, татьябэн, арахэля, стат, нехос, праха баслаха, бедрадочным всему юридскому народу, шану борис браула. Владыка мира, добудет твою волю милосердным и милосердным, чтобы ты даровал мне заслугу сегодня и каждый день уберечь свои уста и язык от Лашонора и Рахируд. Да, стергусь я плохих слов, даже об одном человеке и, конечно, обо всем еврейском народе или его части. Пусть не будет у меня жалобы на пути святого благословенного. Да, стергусь я слов лжи, пустой болтовни, ссоры, гнева, гордыни, резкости, оскорблений, насмешки и других видов запрещенной речи. Даруй мне заслугу, но предлишь то, что необходимо для моего материального и духовного благополучия, и пусть все дела и слова мои будут ради небес, ращем шамай. Дальше, когда можно говорить, что он рад, то верит взаимы отношения. Совет. Предыдущие правила относились к тому, кто предлагает щедух работника или партнера по бизнесу. Аллаха обязывает его не делать таких предложений, если он не уверен, что совет отвечает интересам обеих сторон. Как мы уже сказали в прошлый раз, что если он знает, что щедух, который он предлагает, парень или девушка, они точно не подходят по одному из условий, которые другая сторона ищет или требует, он не должен этого делать. Но если он не уверен, тогда он должен это предложить. Подобные правила относятся и к тому, кто не является инициатором партнерства, но его совет весом для одной из сторон. То есть, он не предложил никого, но парень или родители, парня или девушки советуются с ним и прислушиваются к его совету. Что делать? Ему тоже запрещено вводить в заблуждение человека, который попросил у него совета. Он несет еще большую ответственность, чем шатхан, который просто предлагает вариант, поскольку советчик дает авторитетное заключение и влияет на решение. То есть, шатхан, мы сказали, который предлагает парня с девушкой, должен проверить, подходят они или нет. Они обязаны все досконально проверять. Мы сказали, что это обязанность родителей, семей, жениха и невесты. Но здесь, когда они уже проверяют и уже советуются, то тот, кто советует, у него ответственность больше, чем у шатхана, который предлагает, потому что он уже дает свое заключение. К совету нельзя относиться легко и давать его, пока не уверен, что разобрался в ситуации и что обладаешь достаточной прозорливостью и опытом для руководства. Поэтому советы давать на самом деле нелегко. Есть люди, которые советуют всем подряд направо-налево, но здесь он говорит, ты должен сначала разобраться, а потом давать советы. Нельзя настаивать на союзе только, чтобы человек наконец женился. Можно побуждать лишь, если веришь, что это хорошо для обеих сторон. То есть сегодня, к сожалению, это проблема большая в Америке. Парень с девушкой выбирает и выбирает и выбирает. Поэтому, говорит, как бы там ни было, нельзя их заставить, потолкнуть, чтобы они уже женились. Наконец-то лишь бы ради того, чтобы женились. Если не уверен, что это хорошо для обеих сторон, не надо их заставлять, настаивать. Это только из-за женились бы советы? Любые советы. Но как человек, если пройдет что-то, какой-то совет может дать другу, если он сам это получил? Да, он может дать совет. Но опять же, сначала должен все взвесить. Не относиться к советам легкомысленно. Потому что если к человеку обратились за советом, значит его совет ценят. Значит он чего-то стоит. Просто так же не будет давать совет? Поэтому, хотя в первую очередь советчик несет ответственность за того, кто его спросил, ему запрещено рекомендовать союз, который он не считает благотворным и для другой стороны. Такой недобрый совет. Разновидность злословия, которая наносит ущерб. То есть, парень с девушкой хотят встречаться. Родители парня спросили человека, ну как ты думаешь, эта девушка нам подходит или нет? Он знает, что эта девушка будет для них хорошая невеста. Но он также знает, что этот парень не будет хорошим зятем для стороны невесты. Тогда он не имеет права давать совет парню про эту девушку. Почему? Потому что да, ему он помогает, но ей он навредит. И это будет для Шонара. Точно так же советчик не должен отговаривать от союза, если не располагает проверенной информации из первых рук. Кроме этого, к сожалению, иногда очень часто на самом деле происходит, что парень с девушкой встречается, а потом кто-то что-то наговорил и разрушается почти уже намечавшуюся свадьбу, не дай бог. Поэтому очень важно, если ты не знаешь точно из первых источников, не ломай то, что уже строится. И, наконец, если он одобрил щедух, а его совету не последовали, это еще не дает ему оснований для вывода, типа, он вообще не хочет жениться. Она не умеет принимать решения. У них нерастические ожидания. Такие замечания для Шонара, а возможно и от Саад Шемра. То есть он посоветовал парню с девушкой, да, или там одной из сторон, что это стоит вам жениться и так далее. Но они не женились. И что? Теперь он начинает наговаривать, может быть, ему больно или обидно за то, что не послушали его совета. И он начинает говорить, а они никогда не женятся, они не могут принимать решения, он всю жизнь будет бояться, или она, и так далее. Эти замечания, которые он будет делать, называются Ла Шонара. И, может быть, даже еще хуже, Хоца Ачемра, клевита. Потому что они, может быть, на самом деле, не такие. Это Аллахан на сегодня. Гусар на сегодня из Шмират Аллашон. Долг благодарности. Творец дал человеку уникальный подарок. Что он нам дал? Говорящую душу. Так человек называется, думаю, на языке Талмуда, нефеш мемалерет. Разговаривающая душа. Можно предложить иное объяснение словам Раби Цхака, что имеет смысл приобрести в этой жизни умение подражать немому. То есть, на прошлом занятии мы сказали, что говорит Раби Цхак, какую профессию, ремесло человек должен себе выбрать, научиться подражать немому, научиться контролировать свою речь, не говорить, постараться не говорить, когда этого не надо. Представьте человека, который внезапно потерял дар речи. Все местные врачи стараются помочь ему, но безрезультатно. Не может говорить, привозит некую медицинскую знаменитость из другого города. Триумф! Приезжий врач вылечил больного и отказался от платы. Вообразите любовь пациента к этому доктору и его безграничную благодарность. Правильно? Весь город его врачей учил, лечил, из его города никто вылечить не смог. Привезли врача из другого города, он выучил и даже деньги не взял. Ну, как он будет к нему относиться, мульвареза? Будет его любить, благодарить. Да? Безгранично. Он будет готов исполнить любое желание этого врача. Ему и в голову не придет сказать о нем что-то плохое. Правильно? Врач дал ему снова, вернул дар речи. Говорит он здесь, творец даровал человеку то, чего нет ни у одного существа на земле. Кроме человека, никто говорить не может. Никакое существо, ни животное, никто. Что он нам дал? Говорящую душу, с помощью которой он может изучать Тору и выполнять другие заповеди, обеспечивая себе вечную награду. Как мы вчера сказали, проходили все немного секреты праздника Пурим. Почему нужно пить? Почему одевают маски на Пурим? И как он здесь говорит, что человек должен, что Хахамин говорит, что если бы человек знал даже цену одной митцвы, или то благословение, которое он говорит утром, барук шелё асани гой, он уже начал бы танцевать, только произнеся это благословение. Он мог сказать, что кем бы я ни был, каким бы я ни был, что бы я ни делал, но гойом я не являюсь. Это достаточно для того, чтобы человек уже был радостный. И он говорит, одна митцва равна сильной всему миру. Если спасая одного человека, человек все равно, что спас целый мир, спас одного еврея, все равно, что спас целый мир. Для чего мы его спасаем? Нарушаем шаббат, нарушаем кипур. Для того, чтобы потом он соблюдал шаббат, соблюдал кипур. И если даже он сделал всего лишь одну митцву, он уже заработал себе вечный мир. Там это у них как бы то, что говорится язык птиц, может быть, это были, сейчас думаю, это язык их ангелов, которые этих деревьев. Или шум, шохар, да, написано даже деревья, что Рабьехла Медзака, я думаю, он слышал, как две пальмы на расстоянии, я знаю, там 40 километров, по-моему, было между ними, они говорили. Но как бы там ни было, это единицы, скажем, все равно, но мы, все, большинство людей на земле, подавляющее большинство, мы все, что мы можем говорить, в отличие от всех других существ. Поэтому он говорит, этим даром речи мы можем изучать стору и выполнять другие заповеди, связанные с ртом, по крайней мере, с даром своей речи можем исполнять, обеспечивая себе вечную награду. Если судить по справедливости, тот человек, склонный злословить, должен быть проснуться однажды утром и обнаружить, что больше говорить не может. Если человек заслужил себе наказание, если он болтает для шонара, то, что нельзя говорить, что должно быть, встал однажды и не может говорить, не дай Бог. Но сострадание Творца бесконечно, и он все откладывает в свой суд, ожидая раскаяния грешника. То есть, Бог ждет, он милосердный, он долготерпивый, и каждый день открывает суд, откладывает его наказание. Почему же мы продолжаем злословить? Разве так выражают благодарность Творцу? Это все равно, что, как мы сказали, в этом примере, врач приехал с другого доктора, вылечил этого человека, вернул ему дар речи. С другого города пришел, вернул ему дар речи. Он благодарен будет ему всю жизнь, а мы каждую ночь идем спать, все равно, что не мы. Утром просыпаемся, нам дар речи возвращается. Как же мы продолжаем, говорит Лашонара? Где наша благодарность Всевышнему? Что имеет смысл приобрести в этой жизни умение подражать немому? Как сказал Рависхак, что ты должен сделать в этой жизни? Подражать немому. Научиться. Человек виновный в том, что говорил Лашонара, всегда должен помнить, что лишь по милости Создателя не проснулся однажды утром немым. Человек, который говорит Лашонара, должен знать, ты на самом деле, не дай Бог, должен утром проснуться немым. Только по милости Создателя ты продолжаешь говорить. Размышляя об этом, человек всегда будет чувствовать себя в долгу перед Творцом за его доброту и будет воздерживаться от запрещенной речи. То есть, один способ того, чтобы не говорить Лашонара, это понимать и вспоминать, достоин вообще говорить, чтобы я мог говорить. Бог мне по милости Своей снова вернул дар речи. Я должен научиться не говорить Лашонара. То бедра Дашем продолжим на следующем занятии. Баруха Дуна и Ле Оллам. Амин и Амин.